Спасибо большое, уважаемые коллеги. Меня попросили рассказать про глобализацию и журналистику. Сейчас сначала коротко расскажу про глобализацию, а потом про журналистику. Поскольку я не знаю, что интересно вам, поэтому я сначала расскажу то, что интересно мне, а потом попытаюсь ответить на ваши вопросы. На самом деле я вошел сюда с очень большим чувством волнения, потому что хотя первая запись в трудовой книжке у меня была «Старший инженер по уборке помещений», если кто знает, как это переводится на русский язык, то на самом деле трудовая деятельность у меня началась здесь, потому что я ходил в такую школу юного фронариста, которая здесь была для школьников старших классов, и ходил ровно до тех пор, пока ведущий аспирант мне сказал, что «Ребята, вот есть кафе «Зеленая гоня», где собираются таксисты, и нужно пойти к этим таксистам и взять у них интервью». Причем он проговорил всем подряд, и когда я туда пришел, я был уже пятым или шестым. В общем, поэтому мне там хорошо гостили, в первую жизнь я тогда в девятом классе попробовал водку, после чего меня посадили за руль, и какое-то время я за этот руль даже держался в процессе воздействия. Поэтому у меня к этому зданию, где я не был почти 30 лет, во многом теплые чувства. Значит, единственное, что когда я буду говорить, пожалуйста, учтите, что я отношусь к СМИ исключительно как потребитель, а к человек с другой стороны микрофона. Я общаюсь с журналистами с 90-го года, кстати говоря, половину своей жизни уже, ровно по часам. Вот, и если я буду говорить что-то, что покажется вам неправильно, то, пожалуйста, не стесняйтесь, потому что это взгляд односторонно. Значит, «мобилизация» — это самое модное слово. Мода до такой степени, что лет 15 назад, когда нас начало входить в моду, я придумал такую тему для публичной лекции, когда мне говорили, вы знаете, вот расскажите нам, пожалуйста, про нас и глобализацию, и раз замечаете, у меня есть очень хорошая тема, как раз вам подойдет, «Влияние процесса глобализации на динамику гравитационной постоянной». По словам, в трех местах мне сказали, да, это очень интересно, расскажите нам, пожалуйста, я так больше никогда не против. Но, несмотря на то, что это модное слово, оно, тем не менее, имеет смысл. Глобализация — это, все знают, что это процесс упрощения коммуникаций, все знают, что это ситуация, в которой можно получить любую информацию о любом событии практически без затрат времени и денег, что можно перевести любую сумму денег из любого места практически в любое место, тоже практически без затрат. Но самое главное, что технологии, при помощи которых все это достигается, они имеют очень интересное, ручное следствие. Они изменили характер деятельности человека. Потому что уже, наверное, более 20 лет, где-то с рубежа 80-90-х годов, наиболее прибыльным из общедоступных видов бизнеса стало формирование человеческого сознания. Это стало массово доступной деятельностью, и это стало коммерческой рентабельной деятельностью. Потому что всегда государство и церковь занимались формированием сознания, но это окупалось достаточно долго. Вот где-то от 20 до 25 лет назад произошел технологический перелом, который позволил заниматься этим всем. А теперь внимание. Если мы говорим, что наиболее массовый из общедоступных видов бизнеса в рыночной экономике, то это значит, наиболее прибыльный из общедоступных видов бизнеса, то это значит, что это, по сути дела, наиболее массовый вид человеческой деятельности. И действительно, те корпорации, которые уделяли недостаточное внимание формированию сознания своих потребителей и своих партнеров, они были изгнаны из бизнеса уже в середине 90-х годов по всему миру. И если на протяжении всей своей предыдущей истории человечество занималось преобразованием окружающей среды, то в последнее время оно впервые занимается изменением своего восприятия этой среды. Этот перелом не окончательный, он только происходит. Может быть, окончательный он так и не произойдет, потому что очень много всяких интересных следствий не всегда приятных. Но журналистика стала ключевым или одним из ключевых инструментов этого формирования сознания. То есть, грубо говоря, мыслящим, но иногда, конечно, не мыслящим, но это как везде, в идеале мыслящим рукам. И журналисты не являются организаторами процесса, но они являются наиболее сознательным участником процесса по формированию сознания. Я хочу сказать, что коммерческая реклама, информационные войны, компромат и все остальные замечательные громкие вещи — это частный случай. Очень большое влияние уделяется просто формированию пространства, в котором человек живет, формированию этого пространства таким образом, чтобы на человека оказывалось нужное воздействие. Значит, это революция, следствие которой мы не осознаем до конца, и не то, что можем осознать, потому что инструментом воздействия становится инструмент сознания, то есть сам их мозг, но некоторым из этих последствий понятным. Значит, самое неприятное, и то, что касается нас в наибольшей степени, — это, как ни парадоксально, снижение познаваемости мира. Мы все привыкли, и особенно те из нас, кто занимается преподаванием, рассказывать о том, что мир становится все более простым, все более понятным, — мы сейчас все до конца узнаем, и все будет хорошо. Но усложнение мира, усложнение информационного взаимодействия ведет к образованию огромного количества обратных связей, так называемых. Когда рассматривая какое-либо явление, вы уже не можете отделить. Вы рассматриваете это явление и изучаете это явление непосредственно, или вы изучаете чьи-то мнения по поводу этого явления, которые обогащены психологическими комплексами, эмоциями, собственными интересами и так далее. Доходит до анекдотов. Скажем, в старые времена не было проблем найти относительно добросовестного эксперта, который понимал, что происходит, мог посмотреть на процессы страны и предоставил какими-то знаниями. Рост мощи бизнеса привел к тому, что в последнее время таких экспертов практически нельзя найти. Не только в нашей стране, но и в странах, в общем-то, относительно фешенебельных и относительно благополучных. Таким образом, как в 1994 году написал один богослов, как это не смешно, «кажемости и мнимости победили в борьбе с данностью». То есть, когда мы что-либо изучаем, мы все в меньшей степени можем дать себе отчет. Мы изучаем реальный мир, или мы изучаем чьи-то мнения и оценки по поводу этого мира, которые его очень сильно и неминуемо искажают. Вторая проблема, которая существует, заключается в том, что когда человечество изменяло окружающий мир, это было его главным занятием, ему было жизнью необходимо знать как можно больше, а как можно большего количества вещей, чтобы ненароком не зайти в какую-нибудь трансформаторную будку и там не погореть. Сейчас, когда человечество во все большей степени занимается изменением своего собственного сознания, поясняется, что значительная часть фундаментальных знаний становится менее важной, менее востребованной. Потому что для того, чтобы формироваться знания, не нужно иметь глубоких знаний, нужно быстро понимать, каким конкретным последствием, причем последствием краткосрочным, потому что все рынки работают в коротком, повлечет то или иное конкретное точечное воздействие. В результате фундаментальное знание становится, строго говоря, ненужным, и мы видим снижение социальной значимости знаний. Для этого приобретают патологические вещи, как в ситуации с Новым Орлеаном, когда 20 лет специалисты и региональные власти кричали, что дамбу смоют, причем последние 10 лет они кричали уже без всякого пиара по настоящему основанию конкретных данных, ну и дамбу в итоге смыли. Тут даже не повернутся. Это видно на примере изменения системы образования. Скажем, когда баллонский процесс вытесняет классическую систему образования, то становится ясно, что человек, который способен самостоятельно обращаться с информацией, самостоятельно мыслить, это он не нужен современному человечеству, и образование вырождается в инструмент обеспечения социального контроля, которому, строго говоря, было в средние века. Ну и, наконец, среди изменений, которые происходят, и которые тоже снижают познаваемость мира, к этим предметам нужно отнести компьютерную революцию. Дело в том, что замечательные компьютеры — это обесчисленная формальная логика. И когда, я думаю, что мы до этого дойдем достаточно быстро, на вашу правильность, по крайней мере, можно будет задавать компьютеру вопрос, так же непонужденно, как мы задаем беседу друг с другом, и получать относительно достоверный ответ, то мы с вами окажемся равны по доступу к формальной логике, точно так же, как интернет сделан из всех доступными, одинаковыми по доступу к неструктурированной, то есть, как минимум, непроверенной информации. И люди, поскольку доступ к формальной логике будет одинаковым для всех, кто может заплатить 300 долларов за компьютер, люди перестанут конкурировать друг с другом по степени использования формальной логики. Это значит, что логическое мышление, оно потратит свою доминирующую позицию, которым занимает, по крайней мере, начиная с эпохи просвещения. И оно отойдет в тень, потому что оно будет равнодоступным. И человечество будет конкурировать, люди будут конкурировать друг с другом, коллективы будут конкурировать друг с другом по доступу к неологическим формам мышления. Таких форм два. Первое — это мышление творческое, для чего человек придумал что-то новое. Существует безумное количество исследований по поводу механизмов творческого мышления, которые доказывают с научной точностью, что мы не знаем, как это работает. Но в любом случае человечество еще не научило воспитывать творческое мышление. И понятно, что, по крайней мере, некоторое время, пока творческие способности не научатся пробуждать с той же легкостью, с которой пробуждали способности к логическому мышлению, а наиболее массовым видом мышлений будет мышление мистическое, точнее, сознание мистическое. И мы видим не только на примере нашей страны, но и на примере всего мира, что резко растет спрос на разного рода мистические процессы. Мы это видим в крупных корпорациях. Если, скажем, в середине 60-х годов, 50 лет назад, корпорации обеспечили лояльность своих сотрудников при помощи военных ритуалов, все эти анекдоты про японцев, которые перед началом работы строились на плацу перед корпорацией, исполняли корпоративные гимны, то лет 10 назад в строй пошли уже совершенно иные орденские ритуалы. Не знаю, как насчет черных мест, надеюсь, что этого пока еще нет, но ритуалы вполне мистические, которые связаны с традициями разного рода выцарских орденов среди верхнего слоя международной корпорацией в общем-то распространены достаточно сильно. И я лет 10 назад первый раз попал на такую процедуру. Сначала не понял, что происходит, и очень весело смеялся на это происходящее. И через некоторое время понял, что я смеюсь один, а остальные люди участвуют вполне вдумчиво, вполне искренне. Надо сказать, что когда вы от формально-логического мышления подходите в сторону мистического мышления, то познаваемость мира для вас тоже снижается. Хотя, в общем-то, формально это и сугубо добровольный процесс. Понятно, что когда человечество в меньшей степени сознает то, что с ним происходит, у него растет потребность тех, кто способен что-либо объяснить или хотя бы сказать, что, собственно говоря, с ним происходит. Растет потребность во всех формах гуманитарной деятельности, не могу сказать, что знания, и, соответственно, растет в том числе потребность в гуманалистике. Разумеется, глобализация сильно расширяет наши возможности, я о них не буду касаться, потому что я подозреваю, что по части социальных медиа, судя по интенсивности вашей работы, вы, так сказать, знаете больше, чем я. Но я просто хочу сказать, что новые возможности, в том числе получения информации и использования информации, они не структурированы, мы в них тонем, мы не умеем их осмыслить, хватаемся за частные случаи и возводим их в абсолют, и в результате человек становится более беспомощным, чем даже он был в 20 лет назад. Очень важной особенностью является то, что современная гуманалистика лифт в минимальной степени передает информацию. Вот когда я учился, это было в конце 80-х, начале 90-х, нам объясняли, я и экономист, у нас учили довольно широко, мы объясняли, что задача журналиста это пропаганда, агитация и, в хорошем случае, добросовестная передача информации. Сейчас, когда мы смотрим на орудия того, что журналиста, мы понимаем, что передача информации это имеет весьма посредственное отношение. Журналист создает образы. Современное управление обществом идет не через команды, и тем более не через передачу информации, не через передачу знаний. Современное управление обществом идет через образы. Когда-то у человека был дефицит информации, это было давно. Когда-то у человека был дефицит знаний. Сейчас этот дефицит ужесточился, но человек не понимает, что ему не хватает знаний, он не понимает, что та информация, с которой он привык работать, знаниями не является. Сейчас все общества, относительно развитые, поражены сенсорным голоданием этой болезни начальников и заключенных. Людям не хватает эмоций, людям не хватает новых впечатлений, людям не хватает новых образов. И социальная структуризация идет на основе этих образов, основе коллективного потребления, коллективного восприятия этих образов. И поправление общества идет через эти образы. 20 лет назад люди шутили, что комикс информация это надежный путь к сердцу начальника, потому что нет ничего сложного, все очень просто, все очень понятно. Но сейчас то, что тогда называлось комикс информацией, то, что сейчас называется образовый, это основная форма восприятия человечества окружающего мира. Это требует более комплексного подхода, формальная логика здесь тоже перестает работать. Ну и образ правит миром, и журналист, хоть его и не пророк, но в целом случае его инженер. Говоря о глобализации, сказано очень много понятных, правильных, хороших вещей, которые почитаются в любой подворотне. Я хотел бы сказать две вещи, которые существуют, могут быть, скажем, что вам пригодятся. Первое. Главным бизнесом, наиболее эффективным, наиболее важным, наиболее значимым в настоящее время стала благотворительность. Это стратегический бизнес. Почему? Не потому, что благотворительность является замечательным способом ухода от налогообложения и единственным надежным способом сохранения крупного наследства. Это самостоятельно. Сегодня главным видом деятельности, главным, вернее, способом управления, современное общество все в меньшей степени становится иерархизированным. Прежние командные вертикали, которые даже рыночное общество пронизывали сверху донизу, они рассеиваются. Они заменяются зонами, в которых действуют сетевые правила игры, причем это и внизу, и наверху. Глобальный управляющий класс – это сетевая структура, я бы сказал, сетевая совокупность их, которые друг к другу перетекают, и исполнители, как правило, набираются на аутсорсах тоже по сетевому принципу. Таким образом, иерархически организовано только среднее звено управления. Оно может быть большим, оно может быть протяженным, но оно не является принципиально значимым. В сетевой структуре команды как метод управления не работают. В сетевой структуре это главное – это стандарты и нормы поведения. И повестка дня. И стандарты, и повестка дня формируются в современном мире общественными организациями. То, что называется инжо, то по поводу чего так переживают все представители традиционных иерархических структур, но формирование человеческого сознания на острие этого процесса находится инжо просто потому, что у них, как в известном анекдоте про крысу и тушканчика, пиар-буш. А откуда инжо в груди? Как инжо финансируется? Кто является глобальным заказчиком, который объясняет нормы поведения и объясняет повестку дня для самих инжо? Здесь тоже нет никаких каналов. Эта процедура финансируется через благотворительные фонды. То есть организации, которые определяют, какое явление будет прогрессивным, какое явление будет актуально, на что человечество будет смотреть, на что смотреть не будет. Когда мы защищаем право нервов, когда мы защищаем право сексуальных меньшинств, когда мы защищаем пирогов. Вот это определяет те благотворительные структуры, которые финансируют неправительственные организации. А неправительственные организации являются таким же предадочным звеном, как и журналисты, просто более высокого уровня и более комиксного. Поэтому главным стратегическим бизнесом стало формирование технологических стандартов, в современном общественной жизни главным стратегическим бизнесом стало формирование нормы и повестки дня, А это осуществляется через благотворительную деятельность. Так как учатся через формально благотворительную деятельность, то других слов пока не появилось. Вторая очень важная вещь заключается в том, что упрощение коммуникации позволило поддерживать маргинализованную культуру. Позволило создавать рынки, ориентированные на маргинальную культуру. Прогинальные – это люди, которые в каждом обществе находятся в абсолютном меньшинстве. Но если посмотреть на масштабах мира, то такие меньшинства набирают очень большой удельный вес. И когда вы видите 50-летнего панка, с вот таким аракезом, я думаю, что на западе многие из вас видели, когда вы видите пожилых хиппи, которые так и остались с детьми цветов ничуть не повзрослых, когда вы видите пожилых металистов, я думаю, через некоторое время мы увидим пожилых готов и эмо, даже пожилых членов партии «Единая Россия», мы должны понимать, что это продукт бизнеса. Если раньше в любом обществе 1% населения, да еще тонко размазанное по всему этому обществу, не мог обеспечить никакого надежного рынка, то сейчас этот 1% населения в масштабах глобального мира обеспечивает вполне надежный, вполне эффективный и вполне доступный рынок, на котором в силу его маргиналисти конкуренция еще ниже, чем на старых традиционных рынках. Поэтому эти рынки развиваются достаточно быстро, достаточно энергично. И с одной стороны они поддерживают субкультуру, которая вместо того, чтобы угаснуть вместе с очередным поколением, становятся почти вечными, а с другой стороны они являются хорошим полем для деятельности, в том числе для деятельности их журналистов. Ну и наконец последнее, что касается глобализации. Мы сейчас переживаем период уничтожения среднего класса, который носит объективность. Потому что те технологии, о которых я говорил с самого начала, они являются постиндустриальными. Первая их волна — это информационные технологии, я думаю, след за ней будут биологические. И прелесть индустриальных технологий по сравнению с ними заключилась в том, что индустриальные технологии были внеочень производительными. Насколько они были неочень производительными, каждый человек представлял собой ценность. Его нужно было поймать, обуздать, обучить, поставить на станку, сделать так, чтобы он был доволен. Кстати, в этом заключается ценность нашей цивилизации советской. И после этого он надежно приносил прибыль. Особо, кстати говоря, вырос весь гуманизм 19-20 веков. Человек был ценностным. Постиндустриальные технологии качественно более производительны. Для того, чтобы произвести прежний объем благ, такого количества людей уже не нужно. Конечно, сыграл свой фактор в Китае, Индии и других странах, где люди готовы работать почти бесплатно. Но это не главное. Главное, что в силу резкого роста производительности труда возник огромный класс людей, которые потребляют значительно больше, чем производят. И, грубо говоря, это лишние люди. Они так же лишние, как и население Российской Федерации, являются лишним в парадигме экономики трубы. И в парадигме того, что мы должны существовать только ради экспорта среди. И понятно, что до физического уничтожения дела, как правило, не доходят, потому что это дело холодное. Но разрыв между большим потреблением и маленьким производством, он, в общем-то, нивелируется методом социальной утилизации. Мы видели сначала уничтожение среднего класса Африки, которое шло еще в 70-е, 80-е годы. Потом уничтожение среднего класса Латинской Америки и постсоциалистического пространства. Единственный, кто выскочил, был Китай. И то потому, что у него слишком большая масса, слишком большая история. И сейчас этот процесс пришел в развитие страны. В Соединенных Штатах Америки он идет с середины 90-х годов, как минимум. И сейчас, после всех последних кризисов, он начался в странах западного уровня, в которых мы привыкли считать, чем уничтожение с реализацией. Знаете, это очень сильное впечатление, когда вы видите людей, которые искренне относятся, относят себя к среднему классу, которые, в общем-то, чувствуют себя вполне хорошо и вполне комфортно, и которые сильно думают, взять ли им лишнюю чашку кофе в кафе. Потому что это трата денег. Это не только в Южной Европе, это и в благополучнейших социалистических скандинавских странах тоже. Когда происходит социальная ликвидация среднего класса, то, естественно, это сопровождается большими человеческими психологическими проблемами, и современные медиа в значительной степени являются таким анестезиологом. Являются средством обезболивания, средством переключить внимание людей с того, что происходит с ними, на что-нибудь постороннее, чтобы они меньше думали о том, хорошо ли они живут, правильно ли они живут, все ли с ними в порядке, и прожили свою жизнь, особенно не задумываясь. И, условно, здесь нужно иметь в виду, что здесь работает весь комплекс факторов, весь комплекс инструментов, которые применяются в части воздействия человеческого сознания, но медиа все равно являются одним из ключевых инструментов этого воздействия. В том числе потому, что любое общество неосознанно тянется за своей элитой. Элита в управленческом смысле слова не самая лучшая, тем более, по-сего же, не самая умная и не самая успешная. Элита в управленческом смысле слова – это люди, которые, во-первых, принимают непосредственное участие в выработке реализации ключевых мер, выработке реализации ключевых решений, которые принимает данное общество относительно своего будущего, и, во-вторых, является образцом для подражания. То есть это не только министр, это еще и клоуны. И в определенных ситуациях клоуны являются значительно более важными для управления, чем министры, потому что им просто более активно, более бодро и более активно подражают. И министрам приходится с этим смириться. Но элита, как правило, она предпочитает, она чувствует себя умной, она чувствует себя влиятельной, это оказывает в нее определенное воздействие, поэтому она в меньшей степени, чем общество в целом, воспринимает образы, и в большей степени она воспринимает формализованную информацию. Поэтому она является более легкой добычей для медиа, чем остальное общество. Понятно, что эти изменения оказывают влияние на журналистику и усугубляют все проблемы вашей замечательной профессии. Здесь я перехожу к внешнему наблюдению. И, возможно, буду говорить, что это не соответствует действительности, но, по крайней мере, мне это кажется очевидным. Главная проблема журналистики заключается в том, что журналист — это профессиональный посторон. Он описывает процессы, которые протекают помимо него. И, как правило, он не имеет физической возможности глубоко эти процессы понять. Количество высокопрофессиональных журналистов, которые очень хорошо разбираются в тех процессах, о которых они пишут, и которые способны на равных разговаривать со специалистами, а не просто передатчиком информации, не имея возможности оценивать недостоверную информацию или не очень, полная она или не очень, правдилая она или заведомо ложная, таких специалистов немного, в том числе и потому, что падает социальная значимость знаний. На современных рынках гораздо важнее быстрота реакции, а не ее адекватность. Еще Кейнс когда-то отметил, что рынки могут ошибаться, и вы можете быть правыми, но если рынок ошибается, а вы правы, то у вас нет шансов, оставаясь на рынке, доказать ему свою правоту. Вы потеряете все раньше, чем образуется рынок. Ситуация, когда нужно быстро реагировать, особенно на фондовых функах, на финансовых функах, в этой ситуации передача информации является значительно более важной, чем ее содержание. Как было написано в уставе караульной службы в 30-е годы, услышав лайк караульной собаки, часовой обязан передать сигнал быстро, четко и без эскалий. Поэтому специалисты, журналисты типа Гейко, Голованова и Международников, они, в общем-то, потихонечку сходят на нет, причем не только в нашей стране, но и в нашей стране, но и в других странах. Соответственно, когда человек профессионально посторонний, у него возникает разного рода комплекс. Прежде всего, это жгучие, обиды на экспертов. Особенно, когда эксперты искренне не знают ничего по тому поводу, по поводу тех вопросов, которые они комментируют, это, в общем-то, видно. Такое бывает тоже достаточно часто. И, соответственно, возникает комплекс всезнайки. Гурналист, который прочитал последние 50 статей на эту тему, он, по крайней мере, в области экономики знает значительно больше по данному вопросу, чем средний эксперт в области экономики. Потому что эксперт занимается своим каким-то делом, но все остальное обращает внимание постольку поскольку. В результате шуршинская среза является нормой поведения для очень большого количества журналистов. Часть журналистов ощущает себя демиоргами, то есть людьми, которые творят веры, и от слова которых действительно что-то зависит. Это тоже очень распространено. Поскольку у журналистов сотворит некоторую реальность, в которой потом другие люди живут, возникает комплекс манипуляторов. Вот я вот так вот сделаю, и вы это во всем будете жить. Я, наверное, лично говорю журналистов, которые в ходе такого манипулирования получили по 8 лет за шантаж. Причем даже в нашей стране это были вполне заслуженные 8 лет, насколько я могу судить его обоих случаях. Значит, традиционно профессиональное заболевание у журналистов, ну не только, конечно, журналистов, но и у них тоже. Когда человек начинает осознавать или ощущать, что он действительно является профессиональным, посторонним, а ему уже там 40, уже 45, уже 50, уже 55, является алкоголиком. Потому что человек не может справиться с тем, что он взрослый, он умный, мир меняется вокруг него как коридоскоп, но, во-первых, он его не очень сильно понимает. Другая сторона этого же комплекса является чувство борца. Человек, описывая какой-то процесс, неминуемо себя начинает отождествлять с этим процессом, неминуемо начинает вставать на эту сторону. Даже если он считал в книжке, что репортер обязан передавать добросовестно то, что он видит, он неминуемо оказывается увлеченным в процесс и включенным в процесс. Если такой журналист становится политическим деятелем, как Адам Михник, то все в порядке. Надо же становиться миллионером, как тот же самый Михник. Если он остается просто журналистом, то он в какой-то момент вдруг ощущается страшным изумлением, что политики валятся в своем соку, а он, грубо говоря, обслуживающий персонал. Это тоже разочарование, которое очень сильно бьет по целым поколениям людей. Ну и, наконец, люди, которые всю жизнь выросли с кузулой, они испытывают обычное сильное разочарование, когда обнаруживают, что по классической формуле BBC у нас нет сумзуры. Но это неофициальная формула. Это в начале 90-х сказал один из их членов совета директоров в беседе с необразованным советским обозревателем. Он сказал, знаете, а у нас нет сумзуры. Точка. У нас есть редакционная политика. Точка. Потому что это намного эффективнее. Мы сейчас видим, что действительно в большинстве СМИ нет сумзуры есть редакционная политика. Она действительно эффективна. Но полностью свободных медиа в виде у них не существует. Люди воспринимают как свободные медиа те медиа, редакционная политика которых совпадает с их убеждением. Это хорошо. Это замечательная, комфортная позиция. Только не нужно думать, что они свободны. У нас случилась очень серьезная революция в нашей южно-листике после Беслава. Когда замечательный газет «Резвестия» опубликовала фотографию убитых детей, тогда же главный редактор «Резвестия» был немедленно уволен с треском. И это оказало очень большое впечатление, оказало очень большое воздействие на все редакционные коллективы страны, которые я знаю. С этого момента, если до этого момента, очень многие журналисты, очень многие разреватели сами определяли тему своих статей и своих комментариев. И имели, в общем-то, достаточно большую свободу в добывании информации, имели достаточно большую активность в добывании информации. После Беслава стало ясно, что можно добыть такую информацию, после которой в газете не останется ничего. И журналисты перешли, значительная часть журналистов, перешла в режим пишущего диктофона. Когда журналист получает, даже очень маститно получает команду от редактора или согласует с редактором тему и характер ее освещения. И после этого он уже работает по конкретному заданию, он уже вышивает по имеющейся конве, но эту конву он менять не будет, потому что он боится. Результаты бывают феминальными. Я знаю один очень хороший телеканал, который действительно люблю и иногда даже смотрю, но я сталкивался с тем, что журналисты, которые приходили брать интервью от этого канала, они не то что не понимали вопросы, которые у них были записаны в листочке бумажки, они не могли их прочитать. Вопросы написались от руки, и человек не мог разобрать почту. Вот приехал человек на интервью, и он не может почитать, что здесь написано. Он звонит редактору, а редактор не помнит, что он написал, и помнит только общее направление. И вот процесс повторного придумывания этих вопросов, которые происходят перед вами, это захватывающий процесс, от которого действительно можно потерять веру в человечество. Из тех журналистов, которые я сейчас вижу, из тех разных журналистских специализаций, есть три действительно качественных вида журналистов, с моей точки зрения. Три разных специализаций. Первое — это классический репортер. Идеологический репортер, вне зависимости от идеологических взглядов, является трюбовое занятие, которое написало записки кремлевского Диггера. Эта книжка замечательна тем, что очень четко разделяется, что автор видит. Здесь фотографическая точность деталей. Там один из деятелей, например, не почесал в затылке, а поскреб реп. И это действительно, этот человек действительно чешет в затылке так, что это выглядит, как будто он скребет реп. Второе — это то, что человек чувствует, и что ему говорят. И она в книжке прям очень четко разводит, что я вижу вот это вот. А говорят мне, и я чувствую по этому поводу вот это. Она это не смешивает. Она очень добросовестна в этом отношении. И видно, что говорят ей всякую не совсем достоверную информацию, и чувствует она по этому поводу, в общем, довольно странные вещи. И третья категория — что она по этому поводу думает. И видно, что человек не разбирается в теме, хотя он в ней варится. Человек не понимает, что вокруг него происходит. Но тем не менее, ее книжка является ценнейшим документом, потому что то, что она видит объективно, и то, что она чувствует, и то, что она думает, разделено просто фанерными перегородками. И это появление очень хорошей журналистской школы, репортерской школы. То есть такой журналист может вводить читателей в заблуждение, но он всегда дает ценный материал для наблюдателя. Второй вариант — это идейный боец, который к штуке равно перо, и занимается решением, занимается реализацией той или иной идеологии. От Беринского до Латонина, может быть, и Тайхар Чадарева. Это замечательная профессия, замечательная деятельность, но нужно понимать, что политик за свою журналистскую деятельность получает вознаграждение и растет дальше в политической тайме для рангах. А журналист, который занимается этим делом, как правило, позитивного вознаграждения не получает, потому что он политически боится, но при этом он воюет на чужом поле, где сладкие премьи собираются совершенно другие люди, которые с большой походой будут вас использовать, но при этом совершенно не склонны с вами чем-либо делиться. Ну и третий вариант – это простой бизнес, наиболее распространенная вещь. Нам плевать, какие новости мы делаем, мы их делаем и мы их продаем. Это замечательная постановка «День радио», которая, в общем-то, всякий раз, когда я прихожу на почти любую радиостанцию, я вижу это в несколько смягченном варианте. В общем и целом, сеять разумное, доброе и вечное удается, как правило, только попутно в режиме партизанской войны. Но это на самом деле тоже не так плохо, потому что есть очень большое количество замечательных профессий, в которых сеять разумное, доброе и вечное не удается вообще никак, даже в режиме неформальной и незаконной деятельности. Большое спасибо. На этом я позволю себе закончить и с удовольствием пытаюсь ответить на ваши вопросы. Естественно, не только по теме лекции. Да, пожалуйста. Вы говорили про образное мышление, мистическое мышление. Мы как-то забрали это в других курсах учебных, да? Но все-таки больше с точки зрения русского языка и литературы помогли бы назвать каких-то экспертов, которые об этом пишут с точки зрения социологии, там или философии, экономики. Ор, вы знаете, я, к сожалению, сугубо практик. И вот это вот есть результат обобщения консалтсманной практики. Поэтому экспертов, которые оценивают образы, я думаю, что нужно среди структурных линвистов покопаться. Я рассказываю о многократно повторенных наблюдениях, подтвержденных коммерческой практикой. То есть, когда вы человеку начинаете что-либо объяснять, он не понимает ничего. Он усваивает процентов 30 информации. Когда вы начинаете ему объяснять и показывать с картинками, он усваивает половину информации. Когда вы создаете образы, он не воспринимает, так сказать, свежать на конкретные знания, он делает то, что вы хотите. Да. Вы назвали три специализации, как вы считаете, журналистское образование должно быть сконцентрировано, на которое вы относитесь к специализации? Знаете, у меня очень юмористический взгляд на образование в целом. Никто из нас не знает, кем он будет работать через пять лет. Ни вы, ни я. А поэтому образование должно быть максимально универсальное. Образование должно учить думать, учить получать знания, уметь обрабатывать информацию, уметь принимать решения, отвечать за эти решения. И поэтому образование должно быть максимально универсальное. Потому что вы, конечно, пятый курс, и вы уже, наверное, все работаете. Но я думаю, что вам предстоит переходить не только из одной из этих трех категорий в другую много раз, но и выходить за пределы журналистики и возвращаться обратно. Спасибо. Да. Сейчас у нас в России тоже нет цензуры, по крайней мере. Станавливается вина, у нас в стране СМИ есть, которые нам рекомендируют законы о экстремизме. По тему экстремизма мы, конечно, пишем. Но вот, скажем, вы привели пример о том, когда сняли главной редактор для этого известия. Сейчас мы знаем, что из BBC тоже уже два подряд два диска ушло. Можно ли сейчас говорить, что в России действительно существует реферационная политика, похожая на реферационную политику в европританских СМИ, и насколько наши СМИ тогда отличаются от британских девушек? Я недостаточно хорошо знаю британские СМИ, но я могу сказать, что если вы что-то прочитали в коммерсанте или ведомости, то, скорее всего, факты имеют место. И оценка этих фактов, конечно, может быть идеологической, идеологизированной, но она, по крайней мере, основана на каких-то логических заключениях. Если вы что-то прочитали в Guardian или Independent, это совершенно не обязательно. Так что в этом отношении, конечно, есть классические. Знаете, даже журнал «Таймс» умудрился приписать, извините, да «Таймс», извините. Даже журнал «Таймс» умудрился приписать, скажем, мне слова, которые я не говорил. Люди очень сильно просили, чтобы я не подавал на них в суд. Причем это было достаточно давно, сейчас я боюсь, что там ситуация еще хуже. Что касается того, что у нас нет цензуры, но, вы знаете, в 1996 году, когда я в международном отделе, в международной дирекции РИА Новости размещал статьи в такие прекрасные страны, как Нигерия, Индия, Аргентина и прочее, мне тогдашние волки, еще помнящие советские времена, плакали с жилеткой. Нужно было кому-то плакаться, потому что им не приходилось при советской власти собирать по 12 подписей для проведения совершенно незначащейся, совершенно мелкой статьи. Так что уже в 1996 году у нас все было в полном порядке, крайне говоря, государственных сил. Ну и насчет отношения к законодательству в целом, знаете, был, я помню, был такой очень пожилой дедушка, сейчас, конечно, он уже умер давно, он у нас был на юрфайкингу, и он был страшно заслуженный, страшно пожилой уже в конце 80-х годов. И он очень любил прийти на экзамен, на государственный экзамен, какой-нибудь отличнику, круглого, или отличницу, которая шли в его покрасные дипломы, все спросит, простите, пожалуйста, милочка или молодой человек, а вот какой закон является в нашей стране главным? Естественно, студент, это не анекдот, я просто присутствовал при этом, и естественно, студент, ну как что, конечно, советская конституция, наше все, все, очень хорошо говорил, дедечка, отлично, а теперь, пожалуйста, подождите меня за дверью. И, значит, такой сухонькой грешнёй забирал его зачётку из общего ряда. И человек мариновался под дверью, держая за сердце другие части тела, до конца госэкзаменов, или до перерыва. Потом вот дедушка выползал, ну такой был весь согнутый, с палочкой, давал так зачётку заслуженной пятёркой, и говорил, знаете, вы абсолютно правы. Вы всегда должны отвечать на этот вопрос именно так. Но если вы забудете, что главным законом нашей страны является уголовный кодекс, а вторым законом нашей страны является уголовно-процессуальный кодекс, то вы никогда не сможете работать юристом. И пока он эту фразу не заканчивал говорить, он зачётку из рук не выпускал. Спасибо. Ещё вопросы. Какую книгу вы посоветуете почитать по проблемам глобализации, такой адекватный на данный период, чтобы журналист понял, что же происходит? По глобализации есть две хорошие книжки, неправда очень старые. Это Уткина. Глобализация вызов Уткин. Уткин Анатолий Иванович Уткин. Оба автора покойные уже. Глобализация вызов 21 века. Я думаю, что её можно легко скачать в интернете. Она вышла под несколькими названиями. Наши издатели не любят выпускать одну и ту же книжку, под одним названием. И второй, есть такой Александр, был такой Александр Забович Сергеевич Панарин. Не путать с Игорем Панарином, который уже года три привлекает распад Америки прямо завтра. Александр Панарин. У него есть несколько книг про глобализацию. Они все примеры универсальны, можно не брать. Но на самом деле это базовые книги. Я думаю, что у вас эти знания не есть базовые уже. Так что я бы посоветовал вам читать из такой Андрея Ильича Хурсов, историку. Хурсов? Да. У него книжки по истории капитализма и по тому, как взаимодействует сетевая управляющая структура. Там есть некоторые недоказанные вещи, которые мы перевернули. Но в целом это, наверное, лучшее, что есть по теме глобального управления на сегодняшний день. Человек совершенно замечательная история. Он был ученым-марксистом. И он как историк изучал становление капитализма. И как написано было в известном советском некрологии, спи спокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились. Он в Созу Цужи сам обнаружил, что факты не подтверждают марксистско-ленинскую теорию. И капитализм складывался не совсем так, как описывали Маркса и Энгельс. Тогда он занялся влюбленным вопросом, как же он складывался. Я, в общем, сделал много выводов, которые имеют практическое значение и по сегодняшний день. Еще вопрос? А как Вы относитесь к современной моде на марксизм? Я очень позитивно отношусь к современному моде на марксизм. Есть две проблемы. Это мода вопи... Либо люди пишут чрезвычайно сложные, типа Бузгарина и Калагана. Очень сложно. Но правильно. Либо они занимаются пропагандистским пересказом Маркса и Энгельса. И зачем тогда читать их? Когда есть 18-й гермирал Луи и Бонапарта. По-моему, так, да. Зачем тогда читать их? И очень многие люди путают метод, классические труды, в которых описана методика захвата власти, с классическими же трудами, посвященными осмыслению процесса человеческого развития. Это совершенно разные вещи. Это как научный труд, посвященный тому, как клеить обои, и научный труд, посвященный тому, почему эти обои держатся приклеены к стенке. Совершенно разное. Кроме того, марксизм в его классическом виде замечательно описывал влияние научно-технического прогресса на феодализм, рабовладельческого общества, античности и прочее. Но он совершенно не описывал то, что происходит в последние как минимум 100 лет, то есть влияние научно-технического прогресса на, собственно, сам капитализм. Этот процесс хорошо описан у многих, не только марксистов. Из марксистов, наверное, Грамшевичу всех описал. Так что, как всякая мода, нужно следовать, но с осторожностью. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, больше о телевизорительности, о том, зачем эти стандарты, и вы понимаете, как они работают, или совсем не работают? Понятно. Значит, каждый из нас, каждую минуту решает огромное количество задач. Разных. При этом мы не можем решить все задачи. Какие-то задачи мы откладываем в долгий ящик. Иногда вообще не решаем. Я тут недавно добыл свой ежедневник, трехлетний недавности, и выяснилось, что примерно половина задач, которую тогда писал себе, до сих пор не решена. Она просто оказалась не нужной, не актуальной. Вот что является актуальным, что является не актуальным, что мы делаем, а что, с сожалению, откладываем на потом и до бесконечности, и потом об этом и забываем, определяется повесткой дня. То есть приоритетами, которые мы расставаем. Сегодня мы боремся за права хамедушек. Завтра мы боремся против противопехотных мин. Послезавтра мы боремся за права сексуальных меньшинств, а послезавтра мы начинаем бороться за права ущемляемых лиц в традиционной ориентации. Что мы делаем, определяется повесткой дня. Повестка дня определяется информационным полем, в котором мы живем. Что важно, что не важно, определяют медиа. Они определяют непосредственно. А вот для медиа повестку дня определяют благотворительные организации. Разно, самое разное. Когда принцесса Диана вдруг начинает бороться с противопехотными минами, выясняется, что это ужасное зло. Когда принцесса Диана трагически погибает в автомобильной катастрофе, противопехотных мин все дружно забывают. Это критический случай, но таких случаев много. Если посмотреть, даже в политике все дружно боролись с Северной Кореей, которая была источником зла, а потом принесли предмет борьбы у других стран. Более под этим. И вот благотворительные организации определяют, что является главным, а что является не главным. Распределяя деньги исследовать непосредственно. Я прихожу за грантом. Знаете, нет ничего проще, чем получить грант на гендерное исследование. Получить грант на историю развития капитализма за последние 15 лет не удавалось ни одному человеку ни в одной стране мира. Хотя это очень интересная тема. Постмаксистский взгляд на развитие капиталистических отношений. Не удавалось. Это самое главное. Позицию благотворительных организаций, которые определяют, кто и что будет делать, определяют те, кто финансирует благотворительные организации. А это большие фонды, большой бизнес, который занимается благотворительными инвестициями. Есть примеры циничной покупки, откровенной прямой. Например, значительная часть российского сообщества китаеверов. Или, например, восхнил, который в последнее время с пеной так лечит, что генетически модифицированный организм это замечательно. Это единственный случай, когда я рассказал людям анекдот, и они не рассмеялись, потому что анекдот позитивный, и они решили, что все хорошо. Анекдот следующий. Новости из Европы. Эксперименты по кормлению крыс генетически модифицированной кукурузой принесли успех. Крысы дали первое урожай. Люди с восхнил и не засмеялись. Еще раз. Вы сказали, что вы сейчас узнаете, что не есть истинное знание. Что же такое истинное знание? Нет. Я не говорю, что то, что вы сейчас узнаете, не есть истинное знание. Я говорю, что знание относительно еще в большей степени, чем Раиш. Но мы будем говорить, что ручка – это твердый предмет. Там твердый. Мы это знаем точно. А вот красивая она или некрасивая – это уже другое. И в силу информационных технологий количество вещей, о которых мы можем судить твердо, оно сокращается. Мир становится менее познаваемым. Раньше мы могли быть уверены в своих знаниях. Сейчас, когда мы что-либо оцениваем, мы все до меньшего количества предметов можем взянуться сами. Мы все больше должны верить в все менее достоверный источник информации. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие качества тогда составляют профессионализм в вашем мире? И зачем, наверное, профессия, если происходит в КНФ, я не знаю, что это в принципе тогда в состоянии, потому что с почкой. Ну, все функции, которые я перечислил, они являются очень общественными знаниями, очень важными. Если врач, анестезиолог является значимым, да, люди не кричат от боли, не выратят от болевого шока. То есть, видите, что журналисты, анестезиолог, только социальные, тоже являются значимы. Люди спокойнее относятся к своей жизни, которую они не могут изменить, находят какие-то новые, так сказать, возможности активной деятельности. И важны все виды деятельности. В конце концов, политический боец тоже очень хорошие, очень позитивные виды деятельности. Они оказывают существенное влияние на историю, они ускоряют и замедляют развитие человеческого общества, они даже подправляют это развитие. Просто нужно понимать издержки этого. И в конце концов, просто заниматься бизнесом, который существует, это тоже хорошо. И позиция довольно большого количества не только журналистов, но и аналитиков, что мне плевать, под чем будет стоять моя фамилия, потому что это бизнес, я кормлю себя. Но она может быть не очень хорошая с моральной точки зрения, но понятная. Ну и в конце концов, репортер, который отчеткует, что я вижу вот это, это, это и это. И я думаю про этот повод вот это. Это вполне достойная позиция. Она делает, на наш взгляд, более объемного, повышает то, что мы знаем о мире. Хотя это тоже довольно рискованное занятие. Журналист газеты Выборча, который на выборах последних президента Лукашенко написал, что я не сомневаюсь в наличии большого количества злоупотреблений, но я прорывал на 15 в избирательных участках и ничего не увидел. Он был уволен геметом. Спасибо. Еще вопрос. Можно же сказать, что сейчас есть в Киеве о том, что печатные СМИ умирают в городах? Частные СМИ. Печатные СМИ, что они укладывают электронные версии, но что в форме времени их признат, что они намерены в керси виталии. Ну, во-первых, это уже по биологическим исследованиям, 7% населения читает только бумагу. 7% населения испытывает большую проблему с восприятием информации с экрана. И, наверное, это будет относительно фиксированная доля. Во-вторых, конечно, любая новая медиа, они отъедают часть аудитории предыдущего. Но, вы знаете, на моей памяти уже я помню разговор о том, что кино вот-вот прикончит театр. Окончательно прикончит. Что телевидение вот-вот окончательно прикончит кино. Что видеомагнитофоны в каждом доме вот-вот окончательно прикончат телевизион. Ну, что YouTube прикончит телевизион, вы тоже, наверное, слышали, да, вы частично в этом участвуете. Действительно, большая часть людей, я в том числе, газет практически не читает. И почти не читает журнал. И мало читает книгу. Но значительная часть людей все равно будут работать с бумагой. Точно так же, что значительная часть людей все равно входит в театр. Другое дело, что функция воня тоже изменится. Ну, скажем, когда вы берете вот такой том нового литературного обозрения, да, это совсем не то. Вы понимаете, что это не на злобу дня. Когда-то театральные постановки были инструментами, которыми можно было свергать власть. Понятно, что сейчас тоже немножко другая теория. Вот точно так же фотография не убила живопись, только существенно ее притеснила. Точно так же электронные медиа не убьют бумагу, а просто ее притеслят. Еще вопросы? Минута молчания. Проститесь. Неверционер родился. Да. Трудный период, пятый курс. Находится перед реальной жизнью. Я думаю, что здесь все находятся уже в глубоком времени жизни. Да, пожалуйста. Как эта лобилизация отражается на самом деле вообще? То есть они еще какие-то новые формы, форматы для того, чтобы быть доступны не только старыми аудиториями, старыми и российскими, но и доступными и свадками? Ну, слушайте, мне казалось, что вам это должны читать. Правильно, по-моему, рассказать вам кто-то держит. Конечно. Во-первых, они становятся интерактивными. Раз. Эволюция газеты «Ведовости», которая в 99-м году была обычной бумажной газетой, а сейчас эта газета в большей степени интерактивной, чем обычная. Эволюция «Эхо Москвы», которая примерно наполовину ушли в интернет. Это понятно. Это, да, суда они знают, что они все знают. Вы тогда стремулируете вопрос подачи месяц. Сейчас же на редакции. Нет, ну, есть много медиа, правда они в основном считают как интернет-медиа, которым просто прилагается переводчик. И переводчик довольно качественно, и вы осуществляете перевод прямо на сайте того, что вам интересно. То есть там анонс. Переведем к этому статью. Но если вы не овладеете английский, можете на свой родной язык перевести практически любую статью и понять, в чем там дело. Это переводчик не встроенный, гугловский это переводчик, который стоит прямо на сайте, например. Да, пожалуйста. Я хотел узнать очень простой вопрос. На ваш взгляд, Россия в мобилизации вообще принимает участие? Мы не берем большой бизнес и бизнес-корпорации, российского общества, скажем так, не или как? У вас мобильный телефон есть? Принимаете? Наши все. Принимаете? Кроме того, российское общество... Если в такой мере, ну, понятно, что тебя принимает, но... Российское общество... Он в том же смысле и в той же степени, как там, даже в группе... Нет, совершенно не в той же степени, совершенно не в той же степени, потому что у нас не сложилась национальная элита. Нашу элиту гениально сама себя называют офшорной аристократией. Это гениальное самоназвание, очень точное. И человек, который это дал, работает у нас сейчас вице-премьером. Вот. И это элита, которая управляет страной в интересах, в своих интересах, которые находятся за пределами этой страны и себя с этой страной не связывают или связывают незначительности. Вот. Поэтому Россия в глобальной конкуренции, как и большинство слабых или деморализованных стран, является просто жертвой. Поэтому если европейское правительство или американское правительство, или китайское правительство искренне пытаются отстаивать интересы своих народов и своих экономик, то у нас поползновений к этому не замечено. Соответственно, российский человек, даже в глубинке, даже не имеющий мобильного телефона, он все равно находится в условиях глобальной конкуренции, от которой он беззащитен, и которая лишает его шансов на выживание. Уважаемые, уважаемые на будущем наши, скажем, правильщики, они не планируют, они все останутся? Знаете, всем все нравится, все очень хорошо. Все очень хорошо. Нет, а как любой паразит, он доводит тушку, на которой он паразитирует, до крисного состояния, после чего либо погибает, так сказать, объект паразитирования, потом погибает паразит, либо погибает только паразит. Но это, в любом случае, происходит в кризисном процессе. То есть это оптимистический сценарий? Нет, это просто сценарий. Это просто сценарий. Да, пожалуйста. Ну, раз уж начало у нас среди... В принципе, только очень умный паразит способен паразитировать так, чтобы быть незамеченным. Да, пожалуйста. Да, ну, в последний раз уже подошла речь о том, как мы относимся к проявлению глобализации, которые были на волоках, по счетам, все традиционные советы, они что-то могут изменить, что ты видишь? Вообще, что может изменить? О-о-о-о... Какая-то... А к болотной площади я отношусь позитивно, только это не проявление глобализации, это стихийный протест, который вызвал там большим количеством факторов. Ну, без вот этого, я думаю, это было бы не очень реально. Ну, знаете, смею вас заверить, что в конце 80-х без вот этого это сделали в значительно более крутом формате. У каждой эпохи свою систему коммуникации. И на самом деле, когда протест уходит в интернет, он уходит из реальной жизни, и это его обессилует. И, кстати, вы обратите внимание, что значительная часть наиболее успешных блогеров, она наиболее успешна именно потому, что они являются асоциальными элементами обычных людей. И когда потом эти люди начинают заниматься конструированием деятельности в реалии, то у них не получается. Оффлайн и онлайн — это разная сфера. И это, кстати говоря, оставляет процесс и не усилит его. Болотная площадь была вызвана, во-первых, тем, что Бобик не все на экономике сдох. У нас не будет никогда уже достижим минимальный темп роста экономики, который необходим для обеспечения социально-политической стабильности 5,5%. То есть ресурсам группы влияния не хватает ресурсов. Они начинают, соответственно, играть друг друга и, естественно, жрут наиболее бесправную группу влияния, то есть население. У нас в 2010 году, если скорректировать официальную статистику с учетом того, какие там у нее несовершенствия, как говорят, то 90% населения в совокупности потеряло 7,5% реальных духов. Естественно, эти 7,5% были распределены ну очень неравномерно. Это касается только материальных условий, это не касается бытовых проблем, которые тоже нарастают. С другой стороны, у нас выросло большинство, новое социальное большинство, которое не выживает, а живет. Когда человек питает проблемы с едой и с одеждой, то у него возникает потребность справедливости. А государство не может эту потребность удовлетворить не только потому, что в Аклатынино другому поводу писало, оно не знает, что такое справедливость, это с чешуей без перья, но и потому, что оно уже не может обеспечить даже прежнего уровня жизни. Вот. Это второй фактор. Ну и третий фактор. У нас в силу многолетней безнаказанности у нас резко снизилось качество управления на низких и средних уровнях. И, соответственно, если раньше в условиях катастрофы низшие и средние уровни управления автоматически переходили в режим подвига и тем самым спасали почти любую ситуацию, то сейчас они автоматически переходят в режим пофигизма, усугубляя любую ситуацию. То есть подвиг ушел из нашей жизни? Нет, из-за его жизни. И поскольку из-за их жизни он ушел, то в нашей жизни его превратилось. Вот. Это вызвано баллоной. Ну а в Координационный Совет это уже судороги такие хипстерские. Ну это все эффективно вообще? Ну, вы знаете, он собирается, по-моему, уже больше месяца. Поднимите, пожалуйста, руку, кто заметил следы этой деятельности в реале. Это уже вызовет. То есть пока его не было, эти же самые люди действовали значительно более эффективно. Так они замкнулись друг на друга, сели в уютном кафе и начали заниматься какой-то бессмысленной бюрократией. Это свойственно любым людям, не имеющим или правонареческого опыта, или опыта деятельности. Потому что когда у вас есть какое-то конкретное дело, то вы забываете про бюрократию, вы его делаете, и в процессе этого дела выбиваются люди наверху. Кроме того, я не знаю, кто, не помню, кто это сказал, но кто-то из великих философов, очень удачная и точная формулировка, что как только явление перестает искать, ну, извините, я своими словами скажу, перестает искать легитимности внутри себя самого и начинает искать легитимности за своими пределами, оно начинает умирать. Как только революционеры начинают говорить, что нам для того, чтобы мы могли отвечать на вопрос, кто мы такие, нужно голосовать, это уже признак того, что у них какие-то большие внутренние проблемы. Хотя демократию я тоже люблю. Да, любимый. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Да. Я бы точно не могу сказать. Я просто немного не говорю. Вы говорите, что вот эта пробка здесь такое, что мы берем пример семейства, это основное, правильно? Да, да. Потом мы вернулись к этому понятию и сказали, что они представляют себя с аристократией. Вот. Это вообще уже не такое понятие, которое у нас, по-моему, после 2018-го уже выразилось. И вот я же, что-то вам точнее, мы сговорили примеры, цивили, с аристократией, с интеллигенцией, с интеллектуалом. Это понятие не как отождественное, сейчас вы это разделяете. Нет, это понятие нет отождественного, даже интеллигенцией, интеллектуалов, совершенно разные понятия. Кто с кого берет, к примеру, в индивидуальном порядке, это особенные свойства качева. Но элита, это, в направленческом смысле этого слова, это совокупность двух категорий. Первый, это люди, которые являются образцом для подражания в силу своего общественного положения. Алла Калачева, Максим Норкин, Анатолий Чубарцев, Роман Абрамович, они, рецептворяяя, Ксения Собчакова, рецептворяяя собой пример успех в разных сферах, они задают те или иные нормативы поведения. И второе, это люди, которые принимают решения, принимают принципиально значимые для общества решения или участвуют в непосредственной реализации этих решений, по ходу дела имея возможность их корректировать. И, соответственно, эти две категории, они, естественно, пересекаются. Это элита. Что касается офшорной инстокрытии, это не значит, что это люди, которые там живут в 17 веке и меряют степень глубины в своей крови. Нет, это люди, это самооценка, само восприятие нынешнего, нынешнего, нынешнего российского правящего класса, часть которого к элите не принадлежит. Некоторая часть элиты не принадлежит к этому правящему классу. Так непарадоксально, потому что у нас есть большая традиция выражания всяким праведникам и просто у элиты, в которые элиты не входят теоретически. И это не мое, это их самоназвание, которое отражает то, что они не считают людьми всех за пределами своего крова и ориентированы на реализацию своих интересов, которые находятся в непределах России. Еще вопрос? Да. Как Вы считаете, насколько важна для России децентрализация и вообще возможно ли в нашей стране децентрализация, чтобы усиление каких-то региональных центров? В России необходима децентрализация, но и совсем не на том уровне, о котором мы говорим. Дело в том, что страна, которая одновременно включает в себя, скажем, Костромскую область, их автоматический автономный округ, требует очень жестокую степень централизации, чтобы перекачать деньги из Хантамансийского округа в Костромскую область, чтобы там тоже стало можно жить. Никакой Хантамансийский округ, никакой успешный регион на это добровольно не согласится. В любом регионе России лютый конфликт между мэром и губернатором. Ну почти в любом, где-то они решили, так сказать, силового характера. Потому что мэр главного города деньги собирает, губернатор у него эти деньги отнимает и раздает по территории. А вот на уровне местного самоуправления у нас может быть широчайшая децентрализация. И более того, она и есть, потому что то, что мы наблюдали в Станине Сукущевской, наблюдаем по всей стране в таких же замечательных местах, это, собственно говоря, превращенная в хором местного самоуправления. Просто она характерна для ранее феодального общества, а не для постиндустриального. И в России всегда была очень дешевая система управления, вынужденная, потому что никогда не было больших ресурсов. Так, исключением последнего времени, последних 40 лет. И дешевого дешевизма управления достигалось именно высочайшей степенью местного самоуправления. Это было в Прицале, это было в Приземске, это было в Христианском Миру, это было в Стоянском Кавкозе, это было в Визе. Очень многие вопросы отдавались на рассмотрение местным сообществам. Те, кто был не согласен, кто не мог, они оттуда сбегали или так погибали. Ну, а как вы считаете, возможно появление какого-нибудь крупного именно центра силы политического на Востоке, то есть за уровнем, который бы им мог быть, но если не конкурировать с Москвой, то хотя бы... Ну, там есть такой центр сил, называется Китай. Ну, да, у меня как раз еще вопрос, потому что не может ли эта часть, ну, естественно, что ее не отдадут, да, просто так, но экономически не может она стать китайской и уже там будет через 20 лет, если она сейчас. Я думаю, что она уже становится китайской, причем это довольно быстрый процесс. И удавалось их сбалансировать влияние в Южной Корее и скорее морально, чем физическое влияние в Японии, но декриминализация контрабанды, проведенная товарищем медведем, этот процесс решила и окончательно сломала равновесие в сторону Китая. И что это значит, декриминализация контрабанды? У нас сейчас контрабанды не являются уголовным преступлением, она появляется административно. То есть облегчение права угола, да? Нет, облегчение, облегчение норм нарушения действующего законодательства. Вы говорили, если я правильно запомню какому-то слову о гумалистическом отношении к образованию. Вопрос. Какое образование? Благодарное или техническое? По-вашему, способно вырастить? Какого универсального специалиста? Может быть, речь о какой-то специальности конкретной? Какого университета было бы в частности страны? Ну, во-первых, гуманитарные и технические специальности это разные вещи, которые требуют совершенно разной системы взглядов на жизнь. Нет ничего более смешного и на самом деле трагического, чем физик или механик или хороший инженер, который свои знания, полученные в технической сфере, начинает переносить на общество. В частности, потому что он искренне считает, что любой эксперимент можно повторить. Общественные науки в этом отношении вообще науками не являются, потому что эксперимент нельзя повторить дважды. Это строгое определение любой науки. Поэтому можно разделять естественное образование и общественные степени. Естественно, здесь я никаких не открою. В нашей стране это МВТ в имени Баумана, МВФИ, разумеется, не факультет теологии, МВТ, это, разумеется, не факультет менеджмента, это МИХМАТ, физфакт, в части общественных наук. Это в МГУ есть, кстати, в МГУ Московская экономическая школа, МАШ, там хорошо учат экономики. Где в нашей стране учат историю, я не знаю. Может быть, нигде не учат уже. В мире учат управление, это все эти замечательные Гарварды, статусные университеты и учат инженерным наукам. Инженерным наукам неплохо учат в Швейцарии, хотя швейцарские инженеры устроили катастрофу в Мексиканском заливе и некоторых местах в Германию и по-моему в паре мест Соединенных Штатов Америки. В целом, к сожалению, образование высыпается. Еще единственное место, где осталось классическое образование, которое дает комплексный взгляд на мир и умение с этим комплексным взглядом работать это японцы. Они от балансского процесса пока отгораживаются, но у них другая крайность. Они, как всякие копиисты, расшивают лоб в процессе моления Богу, и у них очень жестокие тестовые системы, чрезмерно жестокие, которые убивают творческое мышление. Еще хуже, чем их национальный культов. Спасибо. Еще вопросов? Нет, знаете, я просто объясняю, почему немуристическое отношение к образованию. Ко мне приходят люди с красными дипломами из московских узов, которые не умеют пользоваться системой ядов, например. Приходят журналисты, правда, не МГУ закончившие, но московские журналисты из приличных узов, которые, я диктуру, развивающийся. Чем стоп, лезет в телефон, словаря, у него в телефоне зашит словарик, иначе там набирает слово, пишет с двумя ошибками. После того, прочитал его словарики. Приходит молодой человек из высшей школы экономики, мой любимый вуз, лучше вышки только социологический факультет МГУ на позицию аналитика и говорит, я ему объясню, что он должен делать, воспринимать эту информацию, и через 30 минут инструктажа у него вдруг лицом врачей говорит, подождите, мне что, нужно анализом что ли заниматься? И он говорит, так как будто я предлагаю ему пойти в стриптизбаре танцевать. я очень спокойно отношусь к российской системе образования. Спасибо. В последнее время российские СМИ практически в каждом интервью на центральных каналах показывается информация либо о строительстве православного храма, мячей, либо о том, что казаки выходят на какие-то, я не знаю, лейды. Вы скажите, это возрождение дореволюционной мне кажется как триадры самодержавия православия и в общем религии, да? То есть может ли современная Россия построить национальную идею? Не может. И попытка собственно сама по себе является следствием плохого образования, потому что царь Николашко днешний святой при всех своих недостатках он все-таки не воровал. И когда пришло время обвижать из страны, даже мысли такой не было в голове. И более того, все личные богатства он направил на нужды фронта в Первой мировой войне. Представить себе, что кто-нибудь из наших министров все свои личные богатства направил на нужды фронта немножко затруднительно, согласитесь. Я уже не говорю про более высокий уровень проблем. Самодержавие и православие и народность не сработало в конце 19 века, когда это было очень искренне и по-честному. Тем более, не сработает сейчас, когда это неискренне и не по-честному. Вот. нормальная попытка противопоставить Россию 14 века, Россию 21 века. Кончится плохо для Бога. Это осознанно? Конечно. Знаете, юридическим доказательством того, что пусть раяц была провокация государства, юридическим доказательством, является отсутствие какого бы то ни было расследования в отношении тех, кто держал камеру и писал сценарий. Это юридическое доказательство. Если это идея нормальная, то на ваш взгляд в таком случае могла быть более действительным? Понимаете, у воров есть идеология, но, к сожалению, ее нельзя звучать публично. Поэтому те или иные символы, они будут создаваться, позиции раздражаться. Но в реальности условиях системного кризиса все поделятся на тех, кто сядет самолетом и улетит в свои замки, чтобы стать персонажем чудесного фильма «Пиранья». Настоятельно советую посмотреть. Или на тех, кто останется здесь и пытается что-то сделать здесь. Причем в значительной степени это будет разделение по социальному возрасту и по накопленному богатству. Потому что если у человека квартирка в Венеции двухкомнатная, ему там скучно жить в возрасте сорока лет. А если человеку 65 у него дом в Чехии, может, там не очень скучно. Спасибо. Да. Если скажем, крыса любутся с корабля, но вы говорите, надо что делать, если я имею общество в целом. Что вам стратишь на вас степени? Ну, это хороший вопрос, только общество в целом все-таки не существует. вам нужно первым бежать с корабля. Это является вполне рациональным поведением. Просто это бегство с корабля в ряде случаев напоминает покупку билета на Титанику. Я, например, знаю людей, которые решили, что Европа дороговато, а вот есть чудесная относительно цивилизованная страна, которая только-только вышла на рынок недвижимости, Тунис. И они купили там шикарный коттеджик за два месяца до начала всех этих событий. Причем я думал, что они там могут жить, там безопасно, просто туда страшно ехать. Это не очень понятно, что будет в благословенной Италии, например, и как Испания с ее традициями полиции, которая до сих пор очень не любит всяких советских, и объяснить что Советского Союза нет, не получается. Вот так она будет смотреть на нас там через 10 лет. С другой стороны, социалу приходит конец. И жить на том социале, который, скажем, сейчас существует в Великобритании, даже после того, как мы туда посочились, это удовольствие отчетливо ниже среднего. Нам, конечно, всем довольно страшно ходить по улицам Москвы, по крайней мере днем по этим улицам ходить в среднем можно. А во многих социальных кварталах, скажем, Парижа ходить белому человеку по улицам нельзя даже днем. Да и в Лондоне тоже. Поэтому вопрос о территории безопасности, это вопрос, который постоянно решает российский бизнес. Есть в Швейцарии плюс 300 километров, это понятно, но это дорого и смертельно скучно. Есть чудесная страна, Лугай, есть чудесная страна Коста-Рика, есть куски в Соединенных Штатах Америки, именно куски. Но в любом случае мне нравится это социальный катастроф. Поэтому, если люди чувствуют все какие-то силы, они могут сделать что-либо, они обычно остаются здесь. Ну, а дальше или вы пытаетесь создать какое-то пространство безопасности вокруг себя, и ждете, куда кривая вывезет. Или вы пытаетесь создать пространство нормального развития для всех, ну и тоже ждете, куда вывезет кривая. Спасибо. Еще вопрос? Похоже, что на этот раз мы спросили все, что хотели. Спасибо большое. Михаил Геннадьевич.